Украина – это война, бедность, безработица и трудовые мигранты. Так, спустя семь лет после Евромайдана, считает большинство населения основных стран Европы. Ассоциации европейцев с Украиной почти исключительно отрицательные. При таком отношении жителей ЕС к истории успеха страны победившего Майдана, вопрос о европейской интеграции Украины отваливается сам собой. Попытка впихнуть Украину в ЕС вызовет политический взрыв в европейских странах, поэтому брюссельские чиновники просто не осмелятся проводить политику расширения за счет незалежной. Социологическое агентство Кантар Профайлс Дивижн презентовало очередное исследование на тему, как воспринимают Украину в странах ЕС. Социологи опросили 4000 респондентов в Польше, Германии, Франции и Италии на тему их отношения к Украине. Европейцам задавали вопросы, с чем у них ассоциируется Украина, что должна сделать Украина для вступления в Евросоюз, чем европейские страны могут помочь Украине в целом, в борьбе с COVID-19 и российской агрессией в частности, видят ли они Украину в ЕС и как европейцы в условиях пандемии должны подходить к отношениям с Украиной. Результаты исследования удручают. Почти все ассоциации европейцев с Украиной оказались сугубо негативными. Чаще всего Украина ассоциируется с войной 12% опрошенных, бедностью и безработицей 11%, массовой эмиграцией 10%, России 9%, аннексией Крыма 7%, беспорядком и нестабильностью 5,5%. Относительное большинство, почти четверть опрошенных, не ассоциируют Украину вообще ни с чем. То есть они о такой не знают. Откровенно ангажированные авторы исследования пытаются и в этих цифрах отыскать перемогу. С 2015 года, когда проводился предыдущий опрос, в четверо снизилось количество европейцев, которые ассоциируют Украину с войной в Донбассе. Однако это по-прежнему самая частая ассоциация. Вдвое за пять лет сократилось число респондентов, которые ассоциируют Украину с Россией. Это, разумеется, главная перемога. Это свидетельствует о четком отграничении Украины от России и, следовательно, о восприятии украинского государства, которое является независимым от России, делают вывод исследователи. Впрочем, с учетом того, каким беспросветным мордором предстает нынька в сознании европейцев, четкое отделение ими Украины от России – это безусловная победа России. Ведь у поляков, французов и немцев с незалежной почти нет статистически значимых положительных ассоциаций. Варианты ответов «История и культура», «Вкусная еда», «Красивая страна» и тому подобные не набирают и 4% ассоциаций. Даже самые нейтральные, почерпнутые из школьного курса географии ассоциаций вроде «Страна», «Земля», «Львов» или «Столица», «Киев» уступают общему ощущению хронической безнадеги». И вот этим счастьем Украина мечтает поделиться с Европой. И даже пытается таким опросом доказать, что большинство европейцев согласно видеть ее в своей европейской семье. Ведь 55% респондентов якобы заявили, что поддерживают членство Украины в ЕС. На самом деле вопрос звучал так, как вы считаете членом какой организации из перечисленных может стать Украина. Треть европейцев согласилась, что Украина могла бы стать членом ЕС, еще 22% членом ЕС и НАТО. Ни о какой поддержке принятия в ЕС Украины речи не шло. На вопрос, какими они видят отношения Украины с Европейским Союзом в долгосрочной перспективе, 84% европейцев выбрали варианты ответов, не предполагающие членство Украины в ЕС. Только 16% респондентов видят в перспективе Украину полноправным членом ЕС. Больше всего 26% опрошенных видят отношения ЕС с Украиной, как обычные отношения между двумя соседними странами. Остальные выбирают отношения на нынешнем уровне. Ассоциация Украины с ЕС, развитие экономических отношений без политической поддержки и близкое партнерство уровня Норвегии, с высокой степенью экономической и политической интеграции, но без полноценного членства. Как авторы опроса при таких настроениях набрались наглости заявить о 60% сторонников вхождения Украины в ЕС, загадка. Цифры говорят сами за себя. Украина никогда не войдет в ЕС, хотя бы из-за страха брюссельских чиновников перед народным бунтом. Простые европейцы попросту выйдут на улицы при попытке при попытке впихнуть в их общий дом такое чудовище. Вступление в ЕС стран Вышеградской группы или Прибалтики 16 лет назад у западных европейцев тоже энтузиазма не вызывало. Но у стран Центральной и Восточной Европы к тому времени была хоть какая-то история успеха, которая позволяла принять их в ЕС, даже без соблюдения копенгагенских критериев членства. Украина же это какой-то тихий ужас, который тянется к Европе мертвыми руками, как паночка к философу Хоме в Гоголевском ВИО. И это спустя семь лет после Евромайдана, когда уже можно говорить об итогах европейского выбора. Итоги, война, нищета, тотальная неуправляемость, махновщина, и при этом непрестанные требования еще больше помогать и поддерживать на пути в Европу. Этакий еврооптимистический вампиризм, в ответ на который Европа чертит вокруг себя мелом круг и повторяет давнюю украинскую формулу «Украина станет членом ЕС сразу после Турции, а Турция не станет членом ЕС никогда». Антироссийские санкции, введенные против страны в связи с ситуацией на Украине, должны быть отменены. Такую позицию высказал депутат Европарламента Жером Ривьер в поправке о рассматриваемой европейцами резолюции. Депутат полагает, что конфликт на Украине может быть решен только с помощью переговоров нормандском формате. И здесь ключевым моментом станет создание доверия между участниками процесса. Отмена санкций позволит показать России, что в Европе настроены на конструктивный диалог. По его мнению, это позволит добиться более эффективной имплементации любых соглашений, пишет Арти. Журналисты, в чьем распоряжении оказался проект резолюции Европарламента, отметили, что в изначальном варианте документа не затрагивается вопрос антироссийских санкций или переговоров относительно конфликта на востоке Украины. Единственное, депутаты указывают, что военные силы РФ якобы оккупируют большие части Украины в нарушении международного права. Ривьер с помощью своей поправки предлагает депутатам изменить первоначальный текст резолюции, добавив туда тему диалога между Россией и Украиной. Напомним, российская сторона много раз подчеркивала, что не участвует в вооруженных конфликтах на Донбассе. Коллегии судей апелляционной палаты ВАКС подтвердило решение суда первой инстанции. И теперь дело про Тердам плюс закрыты окончательно и бесповоротно. Решение вступило в силу 17 ноября и обжалованию не подлежит. Украина стремительно нищает, критическая масса долгов держит страну в предефолтном состоянии. Но два олигарха, которые имеют непосредственное отношение к злочинной владе, продолжают с помощью коррупционных схем воровать. На Украине садят в тюрьму на пять лет за мешок картошки. Но если украдены миллиарды, то это совсем другое дело. Не тюрьма, а политические партии, места губернаторов и мэров, личные офисы президента, премьер-министры на содержании. В общем, то, что называется украинской политикой, а по факту является олигархическим паханатом. Дикой средневековой криминальной структурой. Подробнее, в материале Игоря Мертовского. Кстати, за неделю до решения коллегии ВАКС, два детектива НАБУ пытались отстранить от дела прокурора Виталия Пономаренко, который не только тормозил дело про Тердаму, но отказался составлять обвинительный акт и не передал дело в суд. За следователями торчали седые вихры Бёни, который, собственно, и был основным заинтересантом процесса. Но в ВАКСе уже было все как надо смазано. Прокурора оставили, а дело спешно закрыли. А что же теперь будет с украинской угледобывающей отраслью? Вероятно, олигарх Ахметов из своих барышей модернизирует шахты и увеличивает зарплаты шахтерам. Как бы не так. В угольной промышленности все не просто плохо, а катастрофично. Угледобыча упала более чем на 30%. Цена тонны угля снизилась более чем на 20%, а продуктов обогащения на 12,4%. Скажете, а как же газдотации? Их ведь выделяют и причем немало. Ну, так воруют С. В 2018 году было украдено 34 миллиона гривен. В 2019 году из требуемых угольщиками 2,5 миллиардов дали только немногим более 400 миллионов, из которых снова украли около 10%. За 7 месяцев 2020 года введено в работу лишь 10 новых очистных забоев вместо 18. Уголь теперь добывают не комбайнами, а отбойными молотками. Комбайнов просто не хватает. Кстати, из 28 шахт, только на 13 в работе находятся по одному очистному забою. На оставшихся 10 очистной фронт вообще отсутствует. При таких условиях план не выполняется. Денег для обеспечения безопасности шахтеров нет. Да и с выплатами заработанных гривен, большие проблемы. Отрасль утопает в долгах. Нет средств платить даже за электроэнергию. Дожились, что и говорить. И никакие независимые профсоюзы даже не вякают. Всех все устраивает. Пусть шахтеры хоть годами сидят под землей, бастуют. А в это самое время украинская энергетика находится в глубоком кризисе. Угля не хватает. Точнее, украинский уголь так дорого обходится, что он не выгоден олигарху Ахметову. Да и качество украинского топлива без донбасского антрацита желает лучшего. В ближайшее время возможны веерные отключения электроэнергии. Энергоатом находится на последнем издыхании со своими играми с американской фирмой Вестернхоус. А тут еще и министр энергетики Буславец, Криатура Ахметова, полгода назад ограничила работу блока ФС в угоду.